В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Плюс 20 выздоровели. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Сберкампус в Саровском кванториуме в детском технопарке стартовал образовательный интенсив. Цена пьяного вождения, человеческая жизнь. Начальник Саровского ГИБДД подвел промежуточные итоги работы в этом направлении. Далее расскажем обо всем подробно. В Германии началась вторая волна коронавируса. При этом местные клиники уже готовы к росту заражений, заявила глава объединения немецких врачей Сузанна Йона. Она отметила, что вторая волна слабее первой, однако число новых заражений последовательно увеличивается. Возникла настоящая опасность того, что в Германии упустят успехи, которые до сих пор были достигнуты в этой стране. Ранее второй волне COVID-19 предупредили в ряде стран Европы. При этом в Москве нет второй волны, заявил мэр Сергей Собянин в эфире «Россия-1». По его словам, число случаев заражений инфекцией стабильно низкое. Столичный градоначальник отметил, что пик заболеваемости пройден. В ближайшие недели, на мой взгляд, будет продолжаться такая же активность, как и в предыдущем месяце, отметил Сергей Собянин. По его словам, в сутки будет не больше 650-700 случаев заболевания. Москва стоит на первом месте по числу заражений среди городов России. Там выявили уже почти 245 тысяч больных. Всего в России зарегистрировано более 866 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 5204 человек. 669 тысяч россиян уже выздоровели. Почти 14,5 тысяч стали жертвами болезни. Фитнес-центры и кинотеатры в Нижегородской области могут открыться уже на этой неделе. Об этом губернатор Глеб Никитин заявил во время прямого эфира в своем инстаграм-аккаунте. Глава региона ответил на наиболее популярные и актуальные вопросы подписчиков. Как отметил Глеб Никитин, переход на второй этап, а также открытие фитнес-центров и кинотеатров, планируется уже на этой неделе. Постоянно работаем с Роспотребнадзором, чтобы принять решение наиболее устраивающей предпринимателей. Мы уже подготовились ко второму этапу. Это, в частности, касается свободного коечного фонда и объемов тестирования. Вместе с тем мы понимаем, что расслабляться пока рано. Впереди осенне-зимний период, когда фиксируется рост заболеваемости, сказал Глеб Никитин. Много вопросов прозвучало по поводу салонов красоты. Начиная со второго этапа, они смогут работать без использования видеоаналитики, отметил глава региона. Глеб Никитин рассказал также, что на данный момент занято только около 30% коек, предназначенных для лечения больных с коронавирусом. Введен в строй новый корпус инфекционной больницы номер 23 в Нижнем Новгороде. Сейчас идет перевод коек в плановый режим. В случае роста заболеваемости будет необходимо перепрофилировать их под лечение COVID-19 в течение 24 часов. Также губернатор рассказал о том, как встретит новый учебный год школы региона. Эпид-обстановка становится все более прогнозируемой, и уверенности в том, что с 1 сентября учеба начнется в долгожданной очной форме, все больше, отметил Глеб Никитин. В школах будут использоваться дополнительные меры безопасности. Планируется проводить термометрию и обеззараживание воздуха. По состоянию на 5 августа в Нижегородской области зафиксировано почти 24,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили 101 нового больного. Выздоровели более 20 600 жителей региона. Скончались 399 нижегородцев. В Сарове зафиксировано 976 случаев заражения коронавирусом. За сутки их количество увеличилось на 7. Еще 20 человек выписали. То есть всего выздоровели уже 733 саровчанина. Умерших по-прежнему 5. Госпитализированы 26 человек. 25 из них проходят лечение в клинической больнице номер 50. Двое в тяжелом состоянии. Еще один тяжелый больной находится во второй инфекционной больнице Нижнего Новгорода. Под наблюдением медиков на карантине остаются 154 человека. За сутки проведено 316 исследований на COVID-19. Оформление субсидий на оплату коммунальных услуг станет проще. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Для получения пособия не придется предоставлять квитанции и чеки о поплате услуг ЖКХ, а также справки об отсутствии задолженности. Эту информацию госорганы будут получать самостоятельно с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия. Документ начнет действовать с 1 января 2021 года. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Сарове могут установить памятник советскому академику Андрею Сахарову, 100 лет со дня рождения которого будут отмечать в мае следующего года. С такой инициативой городской администрации обратился директор ядерного центра Валентин Костяков. Скульптуру ученого предлагают разместить между городской художественной галерей и проездом Вите Коробкова. Специалисты из Санкт-Петербурга уже изготовили макет будущего памятника. В администрации идею почтить память Андрея Сахарова поддержали. Окончательное решение по этому вопросу примет Градская дума. Детская школа искусств номер 2 объявила набор ребят на следующий учебный год. В условиях непростой эпидемической обстановки никуда идти не нужно. Все действия можно совершить в режиме онлайн. На официальном сайте ДШИ номер 2 в разделе «Поступающим» необходимо скачать бланк заявления, заполнить его и отправить на электронную почту. Более подробную информацию можно получить по телефону 9-5184. Спасатели напоминают о том, что в Нижегородской области начался сезон сбора грибов. Время, когда резко увеличивается число потерявшихся в лесу граждан. В региональном управлении МЧС советуют перед походом в лес заранее продумать свой маршрут. Обязательно зарядить телефон. Взять с собой фонарик, спички, еду и свисток. Сообщить родным и близким, куда вы направляетесь и когда планируете вернуться. В Ростуризме уточнили, при каких условиях отдыхающие смогут вернуть часть потраченных денег. Как сообщили в ведомстве, тур или проживание в гостинице должны составлять не менее пяти дней и четырех ночей. Причем оплачивать путешествие нужно только картами платежной системы МИР. В интернете на странице туроператора или гостиницы. В Ростуризме подчеркнули, что в программе возврата средств за туры по России примут участие все регионы страны. Но в Крыму программа станет доступна лишь с октября. Напомним, о том, что туристам компенсируют часть расходов за отдых внутри страны, ранее заявил премьер Михаил Мишустин. По его словам, сумма возврата составит от пяти до пятнадцати тысяч рублей. 5 августа скоропостижно скончался актер Саровского драматического театра Александр Баханович. Александр Анатольевич окончил Горьковское театральное училище. Служил в театрах Пензы Нижнего Новгорода. В труппу Саровского драмтеатра поступил в 1983 году. Долгое время он был редактором, режиссером и ведущим телепередач для детей. Организатором программы «Театральный проект» на канале 16. В детском технопарке «Кванториум» Саров стартовал образовательный интенсив «Сберкампус». Юные инженеры-программисты на две недели погрузятся в мир проектной деятельности, цифровой экономики и интеллектуального творчества. Ребята смогут разработать проекты по ведущим направлениям геонавигации, IT, нано и биотехнологии. В 3D-принтер слой за слоем наносит пластик. И вот уже вырисовываются очертания будущей детали. Это части механической руки, которую спроектировал Андрей Дорофеев. Она может делать различные вещи. Например, перекладывать предметы. То есть из точки А в точку Б. Можно использовать как в производстве, так и дома. В принципе, перекладывать предметы можно как где-нибудь на автомобильной фабрике, так и дома в футболке, всякие штаны. Идея создать такого помощника появилась у Андрея давно. Образовательный интенсив «Сберкампус» в Кванториуме дал юноше шанс реализовать ее в жизни. Работа над проектом у Андрея идет ускоренными темпами. Тут еще хорошая работа преподавателей. Они сразу все разложили, какая есть проблема, решение. И как к этому решению прийти. И все вот так быстро получилось. Проект в детском технопарке реализован на грантовые деньги. Благодаря победе Саровского Кванториума в конкурсе, юные инженеры и программисты получили возможность погрузиться в мир проектной деятельности и интеллектуального творчества. Цель «Сберкампуса» – это исследование технологий и человека. Специально для «Сберкампуса» был спроектирован и интегрирован в настоящую реальность виртуальный мир. В течение двух недель ребята будут работать над проектами по нескольким направлениям – геонавигация, IT, нано- и биотехнологии, которые состоят из кейсов. Юные инженеры смогут выбрать любое понравившееся. В направлении «Манипулятор» – это робонаправление. Создай мой собственный летательный аппарат. Это уже дети будут работать в 3D-компасе и затем с помощью 3D-принтеров создавать детали и действительно делать летательный аппарат. Они уже определились – это будет квадрокоптер с четырьмя лопастями. К каждому направлению прикреплен свой наставник, а также педагог-организатор, который называется в «Сберкампусе» «Бафер». Ребята ни на минуту не остаются без присмотра. Четыре часа интенсива в Кванториуме четко расписаны. Занятия за компьютерами чередуются с играми на свежем воздухе. Работа предполагается в командах минимум от трех человек. Соответственно, даже по одному направлению может быть несколько в итоге проектов. Закончится образовательный интенсив в середине августа. Организаторы подведут итоги, авторы лучших работ получат награды. А все участники – памятные подарки. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Возможно, скоро каждый продаваемый в России автомобиль будет оснащен алкозамком. Это устройство совмещает в себе черты противогонки и алкотестера. Водитель, прежде чем запустить двигатель, должен будет подышать в этот аппарат. Если в выдыхаемом воздухе будут пары алкоголя, машина не заведется. В официальных группах канала «16» в социальных сетях мы спросили у горожан, поддерживают ли они идею об установке алкозамков. 75% участников опроса высказались за реализацию такой идеи. Не согласны с оснащением автомобиля таким устройством – 15% респондентов. Равнодушными к нововведениям оказались 10% саровчан. В 2020 году в России каждая десятая авария случается с участием нетрезвого водителя. Нетрезвое вождение по-прежнему остается одной из основных причин совершения автоаварий и одним из самых опасных нарушений на дороге. Только с начала года по вине пьяных водителей в стране произошло около 6000 аварий, в результате которых погибли более 950 человек. О статистике пьяного вождения в Сарове расскажем в следующем репортаже. 140 водителей в состоянии алкогольного опьянения задержали сотрудники Саровской госавтоинспекции с 1 января этого года. Еще 26 горожан сели пьяными за руль повторно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество нарушителей увеличилось. В том году было 118 водителей задержано по линии административного законодательства и 45 так называемых повторников. Количество аварий, произошедших по вине пьяных водителей, осталось на уровне прошлого года – три. В одной из таких водитель не выжил. Это ДТП произошло 31 марта по дороге на 4-е КПП. Сотрудники ГИБДД регулярно проводят профилактические операции по выявлению пьяных за рулем. Если есть подозрение, что человек находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, его отстраняют от управления автомобилем. Если наше освидетельствование, которое проводит сотрудник госавтоинспекции, не показывает наличие опьянения, то мы тогда отправляем человека на медицинское освидетельствование. У человека отбирают биосреды, обычно мочой, и направляют уже на химика, токсологическое исследование мочи. Если человек был трезвым, то дело закрывают. Если же анализы показали наличие в организме запрещенных веществ, то составляют протокол с нарушением части 1 пункта 12.8 Кодекса об административных правонарушениях. Виновнику грозит штраф и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Если же по вине пьяного водителя погиб человек, то он понесет уголовное наказание. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Саровчане приняли участие в легкоатлетическом мероприятии «Беги, герой» в Нижнем Новгороде. Забег проводится с 2015 года. В этом году в нем на старт вышли около 3000 спортсменов из разных регионов страны. На выбор им предлагалось преодолеть 5 дистанций от 1 до 21 километра. Саровские спортсмены Максим Кистанов и Наталья Тавкайло поделились впечатлениями о мероприятии с нашей съемочной группой. 1 час 11 минут 22 секунды. За это время Максим Кистанов преодолел 21 километр 100 метров на соревнованиях «Беги, герой». В благотворительном полумарафоне мужчина принимает участие второй раз. В прошлом году он стал вторым. Проиграл своему сопернику всего 30 секунд. А в этом Максим поставил себе цель прибежать на финиш первым. В этом году этот же соперник мне попался. Со старта мы ушли вдвоем. Договорились, будем бежать, покуда силы хватит. А там уже на финише будем разбираться. Так и получилось. Мы до 18 километра бежали вместе. Убежали от всех сразу практически. И на 18 километре он припринял финишный рывок. Но оторваться от Саровчанина сопернику не удалось. Максим буквально наступал ему на пятки. И за два километра до финиша он сбавил темп. Я его догнал. Смотрю, что-то он не держится. И последние два километра я добавил, чтобы уже никаких шансов ему не оставить. Ну и как получилось, реванш я в этом году у него взял. Лучшей среди женщин на дистанции 10 километров стала сыровчанка Наталья Тавкайло. Всего полгода назад она родила ребенка и об участиях в спортивных соревнованиях в ближайшие два года даже не думала. На гонку «Беги-герой» Наталья поехала спонтанно. Я как бы даже не собиралась ехать туда. Просто встретила на тренировке знакомая. Она вроде спросила, а ты едешь? Я говорю, да вроде не собиралась. И мама сказала, я посижу, езжай. И вот как-то так получилось съездить и выиграть. То есть для меня самой было неожиданностью, скажем так. Всего в соревнованиях приняло участие более трех тысяч человек со всех уголков России. Всероссийский полумарафон установил рекорд, объединив самое большое количество городов в беговой истории. Забег вошел в книгу рекордов Гиннесса. А Нижний Новгород получил звание «Беговой столицы». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин